У нас колонна была где-то 80 человек, и мы все вместе пошли с детьми, с инвалидами. Пешком или на транспорт? Пешком, пешком. Никакого транспорта не было. Через двора, посадки, кусты, чтоб никто не видел. Страшно, страшно. Многие погибли так. Да. Сергей рассказывает губернатору, как с женой и двумя детьми выбирался из Мариуполя. До последнего не хотели покидать родной город, но когда нацбаты и высушники начали бомбить жилые дома, вариантов не осталось. Сейчас Сергей в Хабаровске. Неделю назад устроился на Дальхимфармзавод. Работает по специальности токарем. Зарплата достойная, коллективам доволен. В планах закрепиться на Дальнем Востоке. Обзавестить жильем поможет госпрограмма переселения соотечественников. Это на каждого члена семьи 660 тысяч, да? Это уже потом. Ну, потом. Ну, подъемные, понятно. Я дальше смотрю. То есть это у нас получается где-то 2,5 миллиона живыми деньгами, да? Ну, можно уже для начала вступить в ипотеку и небольшую квартиру. Но вам-то побольше надо. Ну, четырехкомнатную. Ну, на первый взнос будет достаточно. 2,5 и выше крыши. На Дальхимфарме 5 бывших жителей Донбасса. А всего в крае трудоустроилось уже 80 человек. И с каждым днем это... Продолжение следует...